В сезон свежей зелени готовлю это блюдо постоянно. Быстрый и вкусный рецепт из доступных продуктов. Начнем с того, что подготовим зелень. Можно использовать абсолютно любую, которая больше всего вам нравится. У меня традиционно это зеленый лук, много зеленого лука. Я его предварительно помыла и обсушила бумажным полотенцем. Нарезаем лук достаточно мелко и высыпаем в глубокую емкость. Теперь нарезаем небольшой пучок укропа. Стебли от укропа и другой зелени я никогда не выбрасываю, а использую при приготовлении бульонов или для запекания рыбы или мяса. Нарезаем укроп тоже достаточно мелко. Нарезанный укроп тоже высыпаем в емкость. Еще для начинки нам понадобятся отваренные вкрутую куриные яйца. Нужно 5-6 штук. Я уже заранее их отварила и очистила. И теперь нарезаю достаточно мелко. Нарезанные яйца тоже высыпаем в емкость зеленью. Добавляем столовую ложку сметаны и хорошо все перемешиваем. Начинка готова. Отставляем ее в сторону, а пока подготовим тесто. В глубокую емкость разбиваем 4 яйца. И одно яйцо разделяем на белок и желток. Белок отправляем в емкость к остальным яйцам, а желток выливаем в отдельную посуду. Он нам пригодится чуть позже. К яйцам выливаем кефир. Я предпочитаю использовать кефир с высоким процентом жирности. Не менее 2%. Добавляем сметану. Можно использовать сметану 10-15% жирности. Теперь при помощи венчика хорошо размешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо смешались между собой. В яично-кефирную смесь высыпаем заранее просеянную муку. Можно использовать цельнозерновую, если хотите сделать блюдо еще более полезным. Добавляем разрыхлитель и немного соли. Теперь с помощью ложки или венчика замешиваем гладкое и довольно-таки жидкое тесто. Консистенция теста должна примерно быть такой, как на оладьи. Вот и все. Наше тесто готово. Подготовим теперь форму для запекания. На дно формы наливаем немного растительного масла и равномерно кисточкой распределяем по всей форме. Теперь высыпаем немного панировочных сухарей. И тоже распределяем по форме. Это нужно для того, чтобы готовый пирог можно было легко достать из формы. На дно формы выливаем примерно половину теста. Равномерно распределяем и выкладываем начинку со свежей зеленью и яйцами. Вообще этот пирог можно готовить с абсолютно разными начинками. Как сладкими, так и не сладкими. Это довольно-таки универсальный рецепт, который я часто использую. Сверху на начинку выливаем вторую половину теста и равномерно распределяем. Чтобы пирог сверху был красивый и румяный, его нужно смазать. Для этого берем тот самый желток, который у нас остался после приготовления теста. Добавляем немного сметаны и хорошо все перемешиваем. Теперь при помощи кисточки смазываем пирог. Осторожно и равномерно по всей поверхности. В конце я обязательно посыпаю пирог семенами кунжута. Так и вкуснее и полезнее. Пирог выпекаем в разогретой духовке 40-50 минут при температуре 200 градусов. Учтите, что внешний готовый пирог может оставаться сырым. Поэтому обязательно проверяйте пирог на готовность при помощи деревянной шпажки. При необходимости увеличьте время готовки. Еще на 10-15 минут. Готовый немного остывший пирог достаем из формы и нарезаем на порционные кусочки. Вкусный полезный пирог со свежей зеленью готов. Идеальный вариант для ужина или просто перекуса. Это очень вкусно. Советую приготовить. Берем качан свежей молодой капусты. Конечно, можно использовать любую капусту. Но с молодой свежей капустой получается особенно вкусно. Разрезаем качан на 4 части. Так будет гораздо удобнее. Люблю свежие весенние овощи. Блюда из них особенно вкусные. Итак, капусту натираем на крупной терке. Можно, конечно, измельчить и с помощью ножа или специальной шинковки. Но так мне сегодня и быстрее и удобнее. Всего должно получиться примерно полкилограмма измельченной капусты. Перекладываем капусту в глубокую емкость. Теперь картофель. Я его уже помыла и очистила. Его тоже натираем на крупной терке. Нужно примерно 4 штучки среднего размера. Но если хотите более легкое блюдо, то можно закатить количество до 2 штук. И сразу натираем одну морковь. Тоже на крупной терке. Высыпаем овощи в салатник с капустой. Теперь нарежем лук порей. Очень его люблю. Нарезать нужно тоненькими колечками. Он довольно пикантный. При этом без резкого вкуса и запаха. Если лука порей нет, его можно заменить на обычный зеленый лук. Нарезанный лук тоже отправляем в емкость к остальным овощам. Конечно, в это блюдо я добавляю сладкий болгарский перец. Можно использовать и замороженный, если не сезон. Но вкуснее всего, конечно, получается со свежим. Нам понадобится один небольшой перец. Очищаем его от косточек и нарезаем сначала соломкой, а потом на вот такие вот небольшие кусочки. Нарезанный перец тоже высыпаем в салатник с остальными овощами. Обязательно еще добавлю небольшой пучок свежей зелени, чтобы сделать блюдо и вкуснее и полезнее. У меня сегодня укроп и петрушка. Нарезаю достаточно мелко и высыпаю в салатник. Все, все овощи мы подготовили. Теперь нужно хорошо размешать все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. Получится действительно очень полезное, вкусное блюдо, которое можно подавать и на обед, и на ужин. И даже тем, кто на диете. Итак, в глубокую емкость разбиваем 4 яйца. Добавляем щепотку соли. Выливаем немного молока. Буквально пару столовых ложек растительного масла. У меня оливковая. И высыпаем 4 столовые ложки муки. Добавляем немного разрыхлителя. И хорошенько при помощи венчика перемешиваем до получения гладкой однородной массы. Посмотрите, какая текстура должна получиться. Выливаем яичную массу к овощам. И хорошо ложкой вымешиваем таким образом, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Противень застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем овощную смесь на пергамент. И равномерно все распределяем, чтобы получился одинаковый слой. Выпекать будем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Спустя это время вынимаем блюдо из духовки. И сверху посыпаем натертым сыром. И снова отправляем в духовку еще на минут 20. Вы только посмотрите, какое аппетитное и вкусное блюдо получилось. Хватит точно на всю семью. Готовлю такое блюдо и на обед, и на ужин. И всегда улетает на ура. Такая запеканка вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Так что ее можно использовать и в качестве перекуса. Это действительно очень вкусный и полезный рецепт. С отличным сочетанием овощей. Обязательно попробуйте приготовить. Быстрое и вкусное блюдо для любителей творога и сыра. Действительно вкуснее, чем хачапури. Все как всегда быстро и невероятно вкусно. Начнем мы с того, что подготовим начинку. Нам понадобится творог. Можно брать любой жирности, какой больше любите. В творог высыпаем сыр, натертый на мелкой терке. Но часть сыра оставьте, он нам потребуется чуть позже. Теперь нарежем зелень. У меня любимый набор. Укроп и зеленый лук. Но тут смотрите по своему вкусу. Можно использовать любую зелень на ваш вкус. Высыпаем зелень в емкость с творогом и сыром. И теперь хорошо перемешиваем все ингредиенты. Дополнительно соль я не добавляю, так как сыр у меня достаточно соленый. В глубокую емкость разбиваем 3 яйца. Выливаем кефир. Выкладываем сметану. Можно использовать любой жирности. Для этого рецепта это не имеет особого значения. Добавляем соль и перец по вкусу. И хорошо размешиваем при помощи вилки или венчика. Венчиком, конечно, будет удобнее. Должна получиться вот такая вот однородная масса. Теперь подготовим лаваш. Я его заранее вырезала по диаметру формы. Количество слоев можно делать разное. 3 или 4. У меня сегодня будет 4 слоя. Кстати, у меня есть отличный рецепт для того, как применить остатки от лаваша. Он идеально подойдет для такого случая. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Если еще не смотрели, рекомендую посмотреть. В форму наливаем немного заливки. Выкладываем первый слой лаваша. И сверху на него выкладываем часть начинки. Равномерно распределяем. Сверху наливаем пару столовых ложек заливки. И накрываем следующим листом лаваша. Повторяем так слой за слоем. Верхний слой я решила разрезать на порционные сегменты. Чтобы потом было удобнее нарезать готовый пирог. Выкладываем сегменты из лаваша. И выливаем остаток заливки сверху на пирог. Равномерно распределяем. Сверху пирог посыпаем натертым сыром. И отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Вы посмотрите, какой румяный ароматный пирог получился. Он очень нежный внутри и прямо тает во рту. Это идеальный вариант для любителей хачапури и другой выпечки сыром. Готовится невероятно быстро, просто, легко и из доступных продуктов. С тестом возиться совершенно не нужно. Очень рекомендую приготовить. Всем приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых рецептов. Пока-пока!